У нас просто ожидает еще один собеседник, с нами на связи генеральный директор Еврейского Евроазиатского Конгресса, доктор Хаим Бен Яков. Хаим, здравствуйте. Здравствуйте. Накануне состоялась конференция под названием «Двусторонние перспективы германо-израильского сотрудничества», где Конгресс ваш тоже принимал участие, в том числе. О чем там шла речь? Каким может быть германо-израильское сотрудничество на фоне всего происходящего у нас здесь, и особенно на фоне той волны ненависти в отношении евреев, которая накрыла в последние месяцы Европу? Берлинская конференция, состоявшаяся вчера и сегодня, посвящена комплексу германо-израильских отношений. Вы знаете, насколько непростая история сопровождает еврейскую историю, может быть, это выглядит даже понятным или звучит понятным нашим телезрителям. Еврейская история в Германии знала удивительные взлеты. Там была на протяжении многих десятилетий, даже столетий, одна из самых высокоразвитых и высокофункциональных еврейских сообществ в мире. И там же произошла на немецкой земле одна из самых ужасных трагедий. Абсолютно уникальное событие. И Германия, сегодняшняя, обновленная, отстроенная после Второй мировой войны, является надежным союзником и партнером Израиля. Наверняка многие наши телезрители слышали о том, что это фактически единственная страна, которая заявила о своей готовности и требовании принять участие в гадком суде ООНовском, который сейчас проходит в качестве третьей стороны. Германия однозначно выступила в поддержку государства Израиль, справедливости той войны, которая сейчас ведется государством Израиль против террористической организации ХАМАС. Это помощь на юридическом уровне. Вы знаете, что Германия оказывает Израилю и военную помощь, в частности, все подводные лодки израильского плота производства Германии, но не только в этом. Германия оказывает поддержку Израилю на политическом и общественном уровне среди сообщества Евросоюза. Германия является важным академическим партнером израильских вузов, в том числе и на уровне научных разработок, обмена студентами, сотрудничества в общеевропейских программах. И вы знаете, что это одна, или, может быть, наверное, я не ошибусь, если скажу, что Германия является фактически паровозом Евросоюза, одним из важнейших движущих сил и НАТО. Поэтому это, без сомнения, очень важный партнер Израиля. Ну, а мы обсуждали там вопросы общественной дипломатии, и среди которых вопрос или проблематика, связанная с памятью о катастрофе, о Холокосте, не только на территории Германии, и не только в годы Второй мировой войны, является частью абсолютно четко сформулированного государственного негатива в Германии. И память о катастрофе помогла Германии построить демократическую, свободную страну. Это очень важный пример того, что страна, кстати, которая в начале XX века была тоже одной из самых передовых в научном и технологическом смысле, именно на земле немецкой появилось чудовище фашизма, нацизма, рейха Третьего, которое стремилось к окончательному и полному истреблению еврейского народа, не только евреев, живущих в Германии, но вообще в мире. И в этом уникальность катастрофы. И на этой территории сегодня действуют многочисленные еврейские общины, организации, большинство из которых, кстати, составляют выходцы из стран бывшего Советского Союза, русскоязычные евреи. И поэтому естественным образом там наше присутствие, фактически крупнейшей организации Евро-Азиатского Конгресса, которая занимается развитием общинной жизни русскоязычных евреев. И наш президент Михаил Михайлович Мейлашвили выступил там с речью при открытии этой конференции наряду с целым рядом немецких и израильских политиков, общественных деятелей и бизнесменов. А как вообще сегодня в Германии видят эту ужасающую и тревожную ситуацию, что на сотни, на тысячи процентов возрастает количество антисемитских акций по всей Европе? Там предлагают, во время вашего общения говорили о том, как намереваются бороться с этим, какие меры предпринимать, какие группы наиболее агрессивно настроены к еврейскому населению, какая работа с ними быть может ведется, откуда ожидать опасности от понимающих голову правых, ультраправых сил или от тех же мусульманских мигрантов, которые традиционно ненавидят и Израиль, и евреев. Об этом шла речь? Без сомнения. Немецкое правительство абсолютно в открытую со страницы прессы и телевидения заявляет своим гражданам. Тот, кто придерживается антисемитских идеологий, ему не место в Германии. Там сформулирован целый комплекс законодательных мер, в том числе и уголовного характера, который преследует антисемитские проявления. Это, конечно, в полном объеме не решает проблему. Мы знаем, что в Германии были акты антисемитизма, в том числе и покушения на жизнь людей, в том числе и попытки взрывов и террористических актов в общинных и религиозных центрах в различных городах Германии. Вот несколько лет назад в Кёльне была история, и в Мюнхене были инциденты. Но все эти инциденты жестко расследуются, и виновные несут очень серьезные наказания. Те антисемитские проявления, о которых вы, Михаил, говорите, очевидно, вы имеете в виду не только Германию, но и страны Евросоюза, или недавно вышедшую из Евросоюза Великобританию, кстати, которая сегодня опубликовала достаточно жесткий или тревожный, я бы даже сказал, отчет о состоянии вокруг проблематики антисемитизма, где показан рост в сотни процентов по сравнению с 2022 или 2021 годом. И эта организация, которая подготовила этот отчет, мы с ней хорошо знакомы, в этой организации Великобритании накоплен большой опыт по мониторингу антисемитизма, а также по охране объектов еврейской общины. Когда мы совместно с еврейскими общинами территории бывшего Советского Союза строили систему охраны и безопасности еврейских институтов, то мы консультировались как раз с этой организацией, она называется Фонд безопасности еврейской жизни в Великобритании. Это такая общая английская организация, с которой сотрудники практически все структуры в Великобритании по проблематике мониторинга антисемитизма, опасности для евреев и охране общинной жизни. Так вот, эта организация показала, и ее отчет сформулировал достаточно тревожную картину о влиянии событий 7 октября и войны Израиля против КамАЗа на ситуацию в Великобритании. И этот отчет показал, что те силы, которые настроены антиизраильски, были в состоянии ликования, когда началась эта война 7 октября 1923 года, и не месть за что-то по отношению к Израилю, а именно радость за то, что убивают евреев и за то, что громят израильские города на суверенной территории независимого государства. Именно эти события, согласно отчету этой организации, вызвали общественные беспокойства, многочисленные демонстрации, и в том числе и попытки покушения на объекты еврейской жизни Великобритании. Еще один вопрос. Вы ведь ведете работу с евреями диаспоры, правильно? На мнение. Как вы объясняете и объясняете ли вы им новую политику израильского правительства? Я говорю о том, что сегодня в Министерстве абсорбции, когда заходит речь об Алие, о новых репатриантах, речь почему-то идет исключительно о представителях западных стран, французских, евреях, американских, европейских и так далее. А вот к русскоязычным, к украиноязычным евреям отношениям, как-то очень изменилось в последний год. Эта проблема, она, я не знаю, стоит на повестке дня или ее просто предпочитают не замечать для того, чтобы не снижать мотивацию для репатриации? Несколько лет назад, в 2019 году, на нашей ассамблее, которую, кстати, тогда мы проводили в Киеве, мы приняли решение о введении в устав евроазиатского еврейского конгресса положения о поддержке Алии и рассматривать репатриацию в Израиле в соответствии с Иерусалимской так называемой платформой Всемирно-Сианинской организации, как важное положение еврейской жизни. И тогда это довольно вызвало значительное обсуждение в еврейском мире о том, как региональная еврейская организация рассматривает репатриацию в Израиль как чрезвычайно положительное явление. Многие континентальные или общинные структуры воздерживаются от такого фрага и не определяют не отрицательно, не положительно репатриацию в Израиль. Вот по предложению нашего президента и все правление нашего конгресса и представители общин тогда заявили, в том числе и на формальном, юридическом уровне, о том, что это положение рассматриваем мы как чрезвычайно важно. Именно репатриация в Израиль мы рассматриваем как важное положение еврейской жизни, в том числе и для диаспорных организаций. Мы проблему, которую вы, Миш, затронули сейчас, мы обсуждали с действующим министром абсорции. Это не первая история, которая вызвала нарекания или, скажем, некие ощущения недоразумения среди русскоязычного или постсоветского еврейства. Почему, когда обсуждается репатриация в Израиль, не упоминаются выходцы из стран бывшего Советского Союза? Он нам сказал о том, что, министр Софер, что не стоит беспокоиться в этом смысле, никто не собирается дискредитировать или ущемлять права или возможности на репатриацию из стран бывшего Советского Союза. И, в общем, пытался нас всячески успокоить. Сказал, друзья, не беспокойтесь. Для евреев из бывшего Советского Союза врата Израиля всегда открыты. Ну и, кстати, если вы обратите внимание, то в статистике, которую демонстрировал министр, а также его коллеги по этой пресс-конференции, министр финансов и председатель Всемирной сионистской организации, упоминались статистические данные о репатриации из стран бывшего Советского Союза. И большинство репатриантов в прошлом году было именно из нашего региона. Я вам скажу, почему это делается и как министр это объясняет. Он говорит, что сейчас есть возможность стимулировать вот такими событиями, такими заявлениями и мероприятиями репатриацию из стран, где это неочевидно, где это неоднозначно. И маленькая, вот такая незначительная, на самом деле, в масштабах такого важного общественного, я бы сказал, эпохального даже события, как репатриация больших групп еврейского населения из Диатпора в Израиль, он считает, что нужно говорить с такими странами, с такими еврейскими сообществами, как Франция, ЮАР, Латинская Америка, где, вы знаете, ситуация непростая, в том числе и с точки зрения личной безопасности, общинной безопасности, экономики, безработица и так далее. И вот какие-то шаги, которые может позволить себе государство Израиль с точки зрения поддержки этих групп, они считают важным акцентировать. И прошлые обсуждения этой тематики были во время визита министра абсорбции во Францию, он встречался там с различными представителями общественных организаций, религиозных, раввинами и так далее, и так далее. И, как он нам объяснил, было бы странно, если бы мы там говорили о репатриантах из Санкт-Петербурга. Но сейчас эта пресс-конференция, без сомнения, не происходила во Франции, она происходила в Верхноливе. И на самом деле не совсем, может быть, я бы так сказал, несколько странно звучало некое умолчание или молчание о репатриантах из бывшего Советского Союза. Насколько я понимаю, наши репатрианты получат те же права и обязанности, что репатрианты из других стран, ну вот там речь сегодня шла о двух тысячах шекелей на поддержку аренды жилья, но в некоторых регионах, регионах развития государства Израиля, это не в центре страны, а в тех городах, которые будут определены правительством Израиля, как регионы наибольшего благоприятствования. Я могу только посоветовать тем, кто репатрируется и у кого нет необходимости, профессиональный, образовательный или какой-либо другой, жить в Иерусалиме, в Тель-Авиве или в каких-то других городах, в центре рассмотреть для себя возможность репатриации вот в те города, которые сейчас определены как преимущественные с точки зрения налогообложения, с точки зрения поддержки Министерства абсорбции, Министерства финансов Израиля. И поэтому, конечно, говорить о репатриации мы должны, и в том числе и стран свободного мира. А репатриацию стран бывшего Советского Союза, при этом, конечно, никто пока не отменил. Это страны, которые позволяют свободную репатриацию евреев государства Израиля. Доктор Хаимбан Яков, большое спасибо за ваш комментарий, за ваше объяснение. И до связи. Добрый вечер вам и всем нашим телезрителям. Спасибо. Продолжение следует...